я сделал опыт мельниченко когда вот тут вот одна обмотка с нее снимается вот на этот резистор через диод вот шутки он теплый чуть ли не горячий тут на конденсатор 50 вольт 2200 микрофарад чтоб на постоянное напряжение было внутри сердечник ферритовый тоже обмотка синяя вот тоже идет тут уже идет не шутки а 200 вольтовый который использует в импульсных блоках питания тут конденсатор 35 вольт 2200 микрофарад тоже резистор 39 ом потребление 112 вольт напряжение 12,34 вольт тут 112 миллиампер вот такая целограмма такие импульсы подаются вот это подается выброс тут можно прибавить пол вольта потому что тут на диоде потери идут желательно на высшее напряжение все это сделать может пока не сделают пока такое вот какой результат получается тут 0,82 ватта на этом резисторе на этом резисторе 344 вольта 39 ом получается 0,3 ватт если это сложить с этим получится 1,12 ватт а на входе вот ток миллиамперы и напряжение переумножить получается 1,4 ватт то есть тут даже если учитывать потери на диодах все равно никакой прибавки не видать не будет я когда вот заменил вот тут раньше вот тут тоже стоял вот этот я заменил на шуткий диод так там на где-то 0,5 вольта поднялось напряжение только было там 5,1 кажется 5,3 стало 5,5 даже кажется вот так было где-то то есть не сильно когда прибавил вот этот феррит тогда тут мощность не снялась было 5,5 или 5,7 стало 4,71 то есть как Мельниченко говорит лампа притухает но не на сто процентов ну да не на сто процентов но это все в квадрате вот этого питается вот через амперметры напряжение мерил вот тут не там там повыше будет тут уже после всех потерь вот управление питается один от отдельного источника чтобы управление не считать на затвор который есть идет даже не считая управление то ничего не получает никакой прибавки так что я похоже развеял Мельниченко миф что у него там есть какая-то прибавка что поля там раскладывается никогда не мерил по постоянному току свою эту прибавку просто взять поставить нужно конденсатор нужно хоть если он боится что электролитический не может так быстро впитать энергию то может поставить таких каких-нибудь конденсаторов что штук в параллель или вот таких чтоб чистое было напряжение и все впиталось хорошенько и замерите если там будет прибавка то думаю она будет если нет то нет по переменному току по импульсу то можно сколько хочешь думаю мерить там стиллограф такое может показать да это он даже на стиллограф не показал как там он мерил по переменному и как он там прибавку получил вот я еще проверил на более на более высоком напряжении токсистер греется горячее становится вот какие измерения вход 938 вольт на 27ом резисторе мощность получается 3,26 ватт на средней обмотке ровно 3 7,35 вольт и 39 ом получается 1,34 ватта всего получается где-то 4,6 ватт а на выходе то есть на входе 222 миллиамперы 24 вольта и получается 5,4 ватт тут вход 4,6 ватт а тут 5,4 ватт закономерность уже ясна дальше уже нету что и проверять никакой тут прибавки думаю не будет не может быть видимо думал еще до 36 вольт поднять напряжение напряжение но теперь видимо уже нет смысла когда тут не видно даже тут и знаков никакой прибавки обычный низкий КПД думаю может на выше напряжение так как тут меньше потери будет на диоде будет наоборот может выше КПД ничего подобного вот это мой самодельный блок питания его можно регулировать на 25 вольт до 32 вольт я там сделал обратные связи вот резистор вот этот я раньше стоял 5 кВт тогда можно было регулировать где-то до 28 кажется 25 до 28 вольт я потом а теперь поставил 20 кВт который обратно сюда сделает со стабилитроном 24 вольт теперь на 32 вольт нужно менять напряжение от 25 до 32 вольт 2 до 32 до 33 до 32 до 37 до 37 до 38 до 45 Продолжение следует...